Дружить, чтобы потом убить. 77-летний житель Кизелюрте подозревается в убийстве своего друга. Протекающие крыши, шаткий пол и зазоры в стенах. Музею в Колзахе требуется капитальный ремонт. Мир один на всех. Под таким девизом в Махачкале прошло мероприятие для детей с особенностями развития. 77-летний житель Кизелюрта подозревается в убийстве товарища. Преступление произошло по улице 3-я линейная дачного общества «Гудок». От удара арматурой по голове 74-летний мужчина скончался на месте. После содеянного злоумышленник, который, к слову, дружил с покойным более 10 лет, спрятал его труп во дворе собственного дома под строительными материалами. Подозреваемый задержан. В ходе допроса он сознался в содеянном. Мы сидели, пили, кушали. Потом он меня матом обозвал. Он раньше тоже меня матом обозвал. Но я ему попросил, ты измени. Ты же моложе меня. Он на 2-3 года моложе меня. Ты измени. Он опять меня матом сказал. Я уже не выдержал. Все. Большое слово не помню. После этого что вы сделали? Ударил его. Основным мотивом убийства что послужило? Занимать. Массовой гибели ягнят в Кулинском районе не оказалось. Ранее в социальных сетях распространили видеоролик, где отмечался поголовный падеж ягнят. Для выяснения обстоятельств на место выехали представители ответственных органов. Оказалось, что скот принадлежит работникам хозяйства Кулинские. Специалисты отметили сохранность ягнят в пределах 95%, что является нормой. В районе и ветеринарные службы есть, работают. Все ветеринарные профилактические мероприятия выполнены в срок. Перед отправкой на зимние паспища все мероприятия были выполнены и вакцинированы против инфекционных заболеваний. Если было здесь инфекционные заболевания, что-то там подозрение хотя бы на инфекционную, я бы по-другому с ними разговаривал. По словам специалистов, единичные случаи гибели ягнят связаны с переохлаждением и низкой обеспеченностью кормами. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Дагестан сегодня подвели итоги работы за 2020 год. По словам начальника исправительной службы, число сужденных по сравнению с 2019 годом значительно уменьшилось. На данный момент срок отбывают около 3000 человек. На сегодняшний день в исправительных колониях Республики Дагестан каждый четвертый отбывает наказание за убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Каждый третий за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 142 осужденных отбывают наказание за преступления против половой неприкосновенности. 4 осужденных за терроризм и экстремизм. На коллегии ОФСИН определили планы и на текущий год, обсудив трудовую занятость осужденных. В управлении также была организована выставка товаров, которые изготавливают отбывающие наказания. Некоторые из них даже можно назвать своего рода произведением искусства. Внушительного рода корабли, искусные резьбы, шкатулки, нарды. Расширение товаров в уголовной исполнительной системе позволило не только трудоустроить заключенных, но и увеличить доходы вдвое. Так, например, за прошлый год было заработано 62 миллиона рублей. Достигли определенных результатов. На этот год у нас стоят более амбициозные задачи. Главная наша цель – это трудоустроить осужденных. Она достигается благодаря получениям заказов и модернизации производственной базы. Дагестанские майнеры с начала 2021 года наворовали электричество более чем на 700 тысяч рублей. Выявление подобных случаев Дагестан продолжает лидировать среди регионов России. В 2019-2020 годах Россети обнаружили в республиках СКФО 35 случаев неучтенного потребления электроэнергии для получения электронной валюты. 24 из них выявлены в Дагестане. Объем ущерба, причиненного развитию электросетевому комплексу региона, превысил 230 миллионов рублей. Министерство природы Российской Федерации поможет Дагестану наладить системную работу по сбору, транспортировке и утилизации мусора. Об этом рассказал руководитель республики Сергей Меликов после заседания оперативного штаба. Глава лично связался с министром природных ресурсов России Александром Козловым. Он пообещал помочь с оформлением документов, чтобы перейти от бессистемной работы с мусором к системе, которая позволит все эти вопросы закрыть. Сергей Меликов подчеркнул, что решать данную проблему необходимо до наступления теплой погоды, во избежание более серьезных проблем и угроз для здоровья граждан. Протекающая крыша, шаткий пол и зазоры в стенах. Музей в Хунзахе, который хранит экспонаты из древнейшей истории села, нуждается в неотложной реконструкции. Смотрители объекта вот уже несколько лет пытаются привлечь внимание власти к проблеме. В ситуации разбиралась и моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Этот музей – настоящий кладез из истории Хунзаха. Здесь представлено более 7 тысяч экспонатов. Но сегодня сохранить их не предоставляется возможным. Здание давно нуждается в капитальном ремонте. Шаткие полы небезопасны и для посетителей, и для работников. Крыша протекает, отчего отдельные экспонаты пришли в негодность. Видно трещина. Вот это уже идет чуть-чуть, где-то метр, уже сантиметр, 10 уже стена как будто отошел уже. Экспонаты такие очень ценные. Тем более, что все занесены в реестр, в федеральный реестр. Потому что из-за этого может даже быть проблема с экспонатами, утрата экспонатов. Угрозу для жизни создает и эта стена. В 1989 году она была отреставрирована. Однако мастера во время ремонта забыли внутри вот такие деревянные балки. Те, естественно, со временем сгнили и стена начала сижать. Уже камни падают. С тех пор она где-то лет 10-12 в таком состоянии. И небезопасно здесь, потому что здесь местные жители ходят. Тем более, туристы посещаемость бывают. Музей нуждается и в отоплении. Это позволило бы приспособить выставочные залы к требуемым условиям и оградить экспонаты от сырости, делятся научные сотрудники учреждения. Холод в помещении снижает количество посещений музея. Однако туристы со всего мира все равно приходят сюда и оставляют восторженные отзывы. В среднем было около 8 тысяч людей. В год. В год, да. Наш музей посещают не только наши российские туристы, но и из-за рубежа приезжают. Были туристы из Америки, из Кореи. Небольшие ремонтные работы здесь все же периодически проводятся. Недавно обновили перила и заменили балки. Но этого недостаточно, говорят смотрители музея. Тем более, что здание это признано объектом культурного наследия в Дагестане. Уникальность музея заключается в том, что в первую очередь музей находится в здании, которое представляет из себя архитектурный памятник второй половины XIX века, который, к сожалению, у нас сохранилось немного в Кунзахе. Значит, здание датируется, согласно камню, который вложен в стену, 1876 годом. Это здание раньше принадлежало подполковнику царской армии Аликиле Чупалову. Его потомки пожелали открыть тут музей, чтобы дом не пустовал. Быт горцев здесь сумели сохранить и воссоздать до мелочей. Редкое оружие, старинная посуда, рукописи и украшения. В основном все это дары населения. Однако предметы истории и старины, как бы печально это не было осознавать, седает сырость. Ватиман Ханабова, Мусас Адгиреев, Новости ННТ, Хузакский район. Суперсовременный компьютерный томограф появился в Республиканской стоматологической поликлинике. Осмотреть учреждение, которое смогло за время вынужденного простоя в период пандемии преобразиться. Прибыла в Рео министра здравоохранения Татьяна Беляева. Она отметила, что здесь проведен капитальный ремонт и техническое переоснащение ортопедического отделения. Введен в эксплуатацию дентальный микроскоп. Используются современные расходные материалы, а пациентов лечат на новых стоматологических установках. Сегодня, посмотрев, как преобразилась наша республиканская стоматологическая поликлиника, можно сказать, что она будет достойным конкурентом для негосударственных учреждений и вернет свое доверие. Доверие пациентов к этому учреждению. Прийти в полностью обновленное учреждение с новым современным оборудованием, которое может быть есть даже не в каждой частной клинике. Это большое значение и большое подспорье для специалистов, для профессионалов. Компьютерный томограф, который появился в республике впервые, позволяет провести диагностику во время лечения зубов. Это незаменимый аппарат в имплантологии. В планах поликлиники развитие социальных проектов, в том числе и льготное протезирование ветеранов Великой Отечественной. Дополнительно к нему есть цепловосат, который нам дает значительные возможности при проведении автоматического лечения. Сам компьютер – одна из последних дополнений на корейской фирме. Мы планируем в ближайшие дни запустить его работу и получать качественные снимки. В Дагестане сняли ограничения по выходу на работу жителей старше 65 лет. Такое решение принял Оперштаб на фоне снижения числа заразившихся коронавирусом. В последние недели в Дагестане отмечается значительное снижение прироста новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Вместе с тем, говорить о полной стабильности пока не приходится. Пока Республика не вышла на те показатели, которые позволили бы сделать значительное послабление, отметили участники Оперштаба. Между тем, дагестанские COVID-госпитали постепенно возвращаются к обычной работе. Три больницы вернутся к штатному режиму, несмотря на то, что ранее они были перепрофилированы под помощь пациентам с COVID. В числе тех, кто уже возобновили плановый прием, Республиканская больница восстановительного лечения и РКБ номер 2. Последних пациентов с COVID-19 и выписывают и в Республиканской клинической больнице. Как уверяют в Минздраве, прежние мощности для лечения больных не нужны, так как с начала года в республике идет активный спад. В случае нового всплеска заболеваемости, медучреждения смогут включиться к работе по приему больных коронавирусом. Мир один на всех. Под таким девизом в Махачкале прошло мероприятие для детей с особенностями развития. Национальная библиотека Минерасула Гамзатова и благотворительный фонд «Мой солнечный мир» уже не первый год организуют мастер-классы, где ребята из коррекционных учреждений встречаются с детьми из обычных общеобразовательных школ. Так в игровой форме они занимаются творчеством. Продолжение в нашем следующем материале. Этого общительного мальчика зовут Лиматулла. Он учится в четвертом классе коррекционной школы. Несмотря на свой недуг, ребенок тянется к искусству. Любовь к рисованию мальчику привила мама и педагог по ИЗО. Но Лиматулла хочет пойти дальше своего учителя и стать известным иллюстратором. Я мечтаю художником стать. Но я хочу все мои рисунки увидеть. Ромбик к ромбику приклеивая мозаику, 11-летняя Камелия Амирханова выглядит самой серьезной среди своих одноклассников. В школе-интернате для глухонемых она обучается уже пятый год. Цель у девочки непростая – стать кутюрье и создавать одежду. Танцуют, поют, лепят, рисуют и шьют. Программа таких мероприятий стирает границы между детьми обычными и необычными, уверяют педагоги. Дети шьют одежду для кукол. Они шьют одежду не только сами, они как раз с руководителем и с детьми других образовательных учреждений. Также коррекционных и также вообще образовательных. Я думаю, что идет сплочение коллектива. Они входят в контакт, вступают в контакт с другими детьми, конечно, что идет им на пользу. И о спорте. Более 40 медалей разного достоинства выиграли дагестанские спортсмены на чемпионате России по Ориенталу. Соревнования накануне завершились в Москве. Путевки на чемпионат мира оспаривали более 250 атлетов из 37 регионов страны. Награды разыгрывались в четырех дисциплинах этого вида спорта. По итогам турнира воспитанники спортшколы Дагестана 38 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Кроме того, в активе еще 8 серебряных и 3 бронзовые медали. По количеству завоеванных наград наша команда заняла первое место в общем зачете. Спортсменов к соревнованиям готовили тренеры Бадави Гасанов, Рустам Кухмазов, Султан Ибрагимов, Имамудин Игирей Пашаевы, Расул Саладинов и Зубаир Гасанханов. Общекомандная победа дагестанских армрестлеров в Ярославле закончился чемпионат России среди незрячих. На этих соревнованиях республику представляли 9 рукоборцев и все они вернулись домой с медалями. Золото в весовой категории до 70 кг завоевал спортсмен из Избербаша Незамир Абаданов. Помимо этого у нас по 4 серебряные и бронзовые награды. В командном первенстве Дагестан с большим отрывом опередил сборные Ярославской и Белгородской областей. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.